В Белорусской столице прошел семинар «Москва и Минск в защиту жизни», организованный Центром защиты материнства и семейных ценностей Минской епархии, Синодальным отделом Московской Патриархии и программой «Семья, единение Отечества». Мероприятие, проходившее в стенах Центра духовного просвещения, социального служения храма иконы «Всех скорбящих радость», собрало представителей епархии Белорусской Православной Церкви, волонтеров, готовых работать в направлении защиты жизни. Мероприятие было призвано стать отправной точкой для формирования Центров защиты жизни во всех белорусских епархиях. Именно с этой целью координатор направления в Минской епархии, священник Дмитрий Гриценко и Международный фонд «Семья, единение, отечество» организовали приезд в Минск московских специалистов, стоявших у истоков создания Центров защиты жизни в России. В таком составе мы собрались первый раз в Белоруссии. Люди, которые занимаются защитой жизни. И думаю, что эти встречи будут носить постоянный характер, чтобы все наше общество захотело наши традиционные семейные ценности воспринимать как главные в жизни, предотвратить вымирание нашей нации, укрепить институт семьи, укрепить институт материнства и отцовства. Данный семинар – это, по сути, создание на базе Минской епархии такого республиканского центра, именно православного, церковного белорусского экзорхата, то есть Центра защиты семьи, материнства и детства. Но и уже по факту получается, что этот центр занимается обучением других центров. В столице России направление защиты жизни стало активно развиваться еще в 90-е годы. В 1994 году здесь начал свою работу Центр «Жизнь», который занимался распространением просветительских материалов в области защиты жизни нерожденных детей и семейных ценностей. В 2010 году впервые был проведен международный фестиваль «За жизнь», собравший представителей от 60 городов России, Украины, Белоруссии. Сергей Чесноков приехал на семинар «Не один». Эксперт международного фестиваля «За жизнь» и «За сохранение традиционных семейных ценностей» Александр Чернявский является инструктором-методистом по созданию Центров защиты материнства. И вот моя задача как специалиста – помочь объединить ресурсы тех людей, которые здесь находятся, чтобы возникло четкое понимание, как создать этот Центр, и по шагу двигаться к созданию, чтобы оснастить методиками, рекомендациями для того, чтобы быстро, эффективно создать полезный для белорусского народа, для общества Центр по сохранению детей, по сохранению традиционных семейных ценностей. Работа в направлении защиты жизни в белорусских епархиях налажена по-разному. Активная работа ведется в Минской, Брестской и Витебской епархиях. Волонтерское движение действует и в Новогрудской епархии. Так, с 2009 года священнослужители епархии проводят доабортное консультирование женской консультации слонима, где за три года при помощи служителей церкви был спасен 31 младенец. Предабортное консультирование в слониме проходит 85% всех женщин, приходящих на аборт. Отец Петр говорит, что 5% спасенных жизней – это мало, но и ради этого числа священники готовы продолжать свою миссию. Эту работу надо делать, потому что если мы ее не будем делать, женщины будут совершать и даже не думать о том, что они убивают. Многие женщины даже не подозревают о том, что они убивают уже зачатую жизнь. Создание Центра защиты жизни и организации волонтерского движения в Гомельской епархии только начинается. Здесь эту работу поручено координировать священнику Владимиру Дробышевскому. По словам отца Владимира, о своей готовности стать на защите жизни заявили 30 волонтеров. Работа идет попытка создать костяк центра. То есть мы создали на сегодняшний момент интернет-ресурс, он сейчас находится в стадии разработки, но уже у нас есть форум, где я книги и материалы публикую, которые у российских коллег, здесь у наших белорусских методичек, книги. В настоящий момент приоритетным направлением работы центра является информационно-просветительская работа. Основная мысль, которую доносят лекторы во время выставок, это то, что залог крепкой любви, основа счастливой семьи именно в целомудрии, в целостности мыслей, дел, поступков, всего, что может освещать жизнь человека. Организаторы семинара надеются, что эта встреча станет новым витком в развитии пролайф-движения в Беларуси и будет способствовать созданию новых центров защиты жизни, что даст возможность спасти новые жизни. Белорусский православный информационный портал Соборбай для телеканала «Союз». Соборбай для телеканала «Союз».